Жизнь штука непредсказуемая, но, как известно, без выходных ситуаций не бывает. И на любой вопрос можно найти ответ. Здравствуйте, это программа «Жили-были». И вот о чем расскажем сегодня. Строительный кошмар улицы Вяземской. Вывоз мусора не по правилам. Строеплощадка без ограждения и шум техники по вечерам и выходным. Лекарства бесплатно всем, кто лечится от коронавируса дома. Первые партии уже поступили в города и районы Ростовской области. Перестройка на пандемию. Донские поликлиники оптимизируют свою работу. В коридорах немноголюдно, расписание корректируется. Однообразие частного сектора на улице Вяземской разукрасит многоэтажка в 22 этажа. Рабочие уже вовсю расчищают будущую стройплощадку. А вот что именно здесь строят, местные жители так и не знают. Нарушения на стройплощадке начались с самого начала, рассказывают горожане. Что же будет дальше? А в конце двора у меня кухня 30 метров. Я на диване лежала, я вместе с диваном подпрыгивала. Я думала, что землетрясение началось. Жильцов частных домов по Вяземцево уже месяц трясет от стройки по соседству. Нервы на пределе. И чем выше многоэтажка, тем меньше терпения остается. На 22 этажа его точно не хватит. Здесь раньше были цеха, которые шили при коммунистах погоны для скво. Потом был строительный цех, а потом просто база перевалочная, которая торговала. Все было в один-два этажа максимум. Кто подрядчик, что строит, какие сроки. Ни на один из многочисленных вопросов местные жители ответ так и не получили. Что здесь будет, на наши вопросы никто не отвечает. Нам никаких документов сопроводительных не показывают. Велись работы неаккуратно. Большие фрагменты зданий падали прямо на землю. Из-за этого у нас сотрясались здания, сотрясли стены. На каждое здание пишется уведомление. Соответственно, ставится штамп администрации, что позволителен снос. Потом готовится письмо и так далее. Но не в том виде дали документ, в котором он должен быть. Соответственно, его показали тоже с какого-то телефона. Все. Еще недавно работы и вовсе велись под покровом ночи и выходные дни. Убедить строителей отдыхать удалось лишь полиции. Как правильно выбрасывать мусор, строителям тоже пришлось рассказывать. Это открытые машины. То есть, это мусор весь сыпется к нам в дома. То есть, мы выходим и просто глотаем эту пыль. Помимо того, что сейчас сложная ситуация с ковидом, вы понимаете, и все. Соответственно, люди и так все обеспокоены. И плюс еще это грязь. Информацию о застройщике собирали по крупицам. А получив выписку ЕГРН, сильно удивились. Когда мы получили выписку, первое удивление для нас – это кадастровая стоимость участка в центре нашего города 22 сотки, 13 миллионов с копеечками. Ну, это несуществующая стоимость. Видимо, наше предположение – это для того, чтобы собственники платили меньше налогов. Жители Вяземцева с ужасом ждут, когда начнут забивать сваи. Мы живем в частном доме, который очень старых лет постройки. Практически у него нет фундамента. Навесные стены. И я представляю, что будет, когда начнется здесь стройка, будут сваи. Этот дом просто завалится нам на голову. Частный сектор, узкие улицы. И по ним в школу, и домой топают юные ростовчане, теперь с опаской для жизни и здоровья. Лично мой ребенок ходит в школу, которая находится в шаговой доступности. И дорога в школу, она проходит мимо этой стройки. Никаких ограждений, ничего не предусмотрено. Я опасаюсь за жизнь и здоровье своего ребенка. Водоснабжение и канализация в этом районе изначально рассчитаны на малоэтажную застройку. И нагрузку высотки могут просто не выдержать. Если возведут здесь дом, то нас лишат этой воды, потому что там будут подкачивающие насосы. Канализация, которая, естественно, не справится, потому что там труба с соткой. Кто знает, что такое сотка на частный сектор? Одно. И что такое на многоэтажку сотка труба? Возмущенные жители писали сразу несколько писем. В прокуратуру пролетарского района, в администрацию города и департамент архитектуры и градостроительства. Ответ пока везде один. Взято на учет. Мы не против, чтобы они что-то делали, то, что положено по законам, по нормам СНИП, чтобы они вели свои работы на своем участке. Но мы не хотим, чтобы угрожали нашей жизни и безопасности. Это все, о чем мы говорили и просили. Чем закончится эта история, мы будем следить. И в одну из наших следующих программ вернемся на Вяземцево 31. Пациенты, которые лечатся от COVID-19 дома, должны быть обеспечены лекарствами, причем бесплатно. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. На это из федерального бюджета будет выделено 5 миллиардов рублей. Правительство обсуждало уже эту проблему и сейчас вышло на решение о том, чтобы обеспечивать граждан, наших людей, которые нуждаются в этой помощи, бесплатными лекарствами. И таким образом предоставилась бы возможность для этой категории граждан лечиться в амбулаторном режиме. Я прошу не затягиваться этим решением. Давайте договоримся. Я знаю, что согласования в целом уже завершены. Будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно. Кроме того, на помощь в борьбе с коронавирусом регионам направят дополнительные 10 миллиардов рублей. Деньги должны пойти, как подчеркнул президент, именно на борьбу с COVID-инфекцией, а не на другие цели. Первые партии бесплатных лекарств регионы уже начали получать. Города и районы Ростовской области уже приступили к раздаче лекарственных наборов. Регион закупил 75% медикаментов на деньги, выделенные Федерацией, а это почти 160 миллионов рублей. Такой суммы хватит для полноценного лечения 20 тысяч амбулаторных больных. В списке 16 медикаментов, рекомендованных Минздравом. Противовирусные, жаропонижающие, антикоагулянты, антибиотики. Их получат пациенты с легкой формой COVID. Препараты будут доставлять медики и волонтеры. Лист назначения заполняет врач-участковый на пациента больным ковидом. Согласно этому листу назначения собирается пакет для пациента. Складываются те лекарственные препараты, которые здесь указаны. А по адресам такие наборы предстоит доставлять волонтерам. Перед выходом подробный инструктаж. Главное правило – соблюдать меры безопасности. Передача лекарств должна быть бесконтактной. Предупреждают и добровольцев, и болеющих. Работу с волонтерами первыми наладили в поликлинике номер 16. На ее базе отрабатывают алгоритм передачи бесплатных лекарств. Дальше опыт перенесут на всю Ростовскую область. Основная цель – это то, чтобы люди, которые болеют ковидом, не выходили из дома, чтобы не распространялась коронавирусная инфекция. И вторая важная цель – это помочь сотрудникам Минздрава, медицинским работникам сделать больше в виде консультирования пациентов, приема пациентов, а не заниматься доставкой лекарств. Помощь добровольцев сейчас очень нужна, говорят врачи. Нагрузка на медперсонал и без того велика, чтобы найти время еще и на доставку препаратов. Человек должен выйти из учреждения, взять эти все препараты и не по одному, а по несколько, и более 5-6 адресов он должен их обойти. А при работе той помощи, которую оказывают волонтеры ОНФ, конечно же, это время значительно все сокращается. Подготовкой волонтеров занимается ОНФ, в основном добровольцы – студенты вузов. Будущие юристы Олег Светлов и Константин Евсеев сегодня – медицинские работники. В полном защитном обмундировании на ковидной передовой. Все прошло хорошо, оперативно. Мы с напарником Олегом отлично сработали. Никаких нарушений не выявлено, как от самого пациента, так и с нашей стороны. Близкие немного волнуются, но желание помогать людям понимают, говорят волонтеры. Тем более, что среди знакомых немало тех, кто уже переболел. Их рассказы – дополнительный стимул поддержать врачей и быть максимально осторожными в работе. Когда человек почувствует все ощущения, которые придает болезнь ковид-19, сразу хочется надеть маску, надеть перчатки и лишний раз протереть руки эндисептиком. Поэтому все знакомые, которые болели, не хочется переходить на такой низкий язык, но орут во все горло – надевайте маску. К доставке лекарств амбулаторным больным ковидом привлекут больше сотни волонтеров. Охватить планируют все районы города. И еще о коронавирусе. После первого же отрицательного теста на коронавирус теперь можно идти на работу. Постановлением главного санитарного врача России сегодня разрешено выписывать выздоровевших от ковид к выходу на рабочее или учебное место после одного отрицательного ПЦР-теста. Это касается лечения как в стационаре, так и амбулаторном. Ну а если тест выздоравливающего все еще положительный, следующее исследование можно проводить не раньше, чем через три дня. Нагрузку на участковых терапевтов пандемия увеличила в разы. Но это не значит, что пациенты должны долго ждать помощи. Чтобы справиться с поставленной задачей, донские поликлиники оптимизируют свою работу. На входе в поликлинику номер 10 фейс-контроль. Всем измеряют температуру, потоки разделены. Пациентов с симптомами ОРВИ отправляют в специальный фильтр-бокс, где дежурный врач проводит осмотр и в случае необходимости берет мазок для ПЦР-теста. Почувствовала, что першит в горле и ломота была. Я пришла на всякий случай провериться, потому что все-таки риск есть, чтобы не заразить окружающих, чтобы знать, как вести себя дома. Десятая поликлиника обслуживает 45 тысяч ростовчан. В коридорах сейчас немноголюдно. В основном приходят сдать анализы и продлить или закрыть больничный. Приостановлена работа диагностических и физиопроцедур. Плановый прием узких специалистов максимально ограничен. Сломала плечо и долго не знала, пока я морды не сделала. Там уже и впадинка, и все. Вот сейчас он вытягивает меня. Обстановка хорошая, чистота везде. Санитарочки везде ходят, моют. Кажется, секундочку. Есть ситуации, когда человек был прооперирован, когда была какая-то травма, ему необходима перевязка, ему необходима рентген исследование. То, конечно, этот пациент по записи может обратиться в нашу поликлинику, ему проведут все необходимые мероприятия. По предварительной записи работает кабинет вакцинации от гриппа. Усилена работа неотложной службы. Пациентов с острой болью принимает до 10 вечера. В основном мы стараемся оказать помощь на дому, особенно пациентам с хроническими заболеваниями и в возрасте старше 65 лет. Это и осмотр пациентов, и активное наблюдение. Также можем провести вакцинацию, если этот человек желает, и у него нет противопоказаний, и предпочтительно, чтобы он оставался дома. Участковые терапевты в кабинете проводят 3 часа в день. Остальное рабочее время находится на выездах. С момента обострения эпид-обстановки нагрузка увеличилась втрое. Если раньше врач после приема в поликлинике должен был заглянуть домой к 5-7 пациентам, то сейчас посещает до 20 человек в день. Нагрузка очень большая сейчас в период пандемии, но наш долг оказывать помощь теперь в таком объеме. Все звонки принимаются и обрабатываются в колл-центре. Номер фиксируется. И если пациент по каким-то причинам не смог дозвониться, сотрудники колл-центра обязательно перезвонят. Максимум в течение часа. Это все, о чем мы успели вам сегодня рассказать. И помните, мы очень хотим вам помочь. Звоните по номеру телефона, указанному на экране, рассказывайте о своих сложных жизненных ситуациях и становитесь героями наших следующих программ. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok